Музеи по обозначению Музеи 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 Музе 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 у нас в экспозиции Кровеческого музея, а четвертая икона здесь перед вами – это образ Спаса. Идеальный храм Миколая Льога – Катедральный собор святого Иосифа Абручника у Могилёвы на долгие десятью годы стал деминантой пригожей соборной площади и визитовкой города. Трагичную кропку у нецекавейший полный тэмид из истории собора поставил в 1938-м проект переноса столицы БССР у Могилёв. И зараз на его руинах так само уже была и гостиница Днепр. Но когда в 1938 году встал вопрос о том, что храм будет взорван, то, естественно, музейщикам было предложено забрать наиболее ценные вещи из храма. И тогда в музей попали четыре иконы Боровиковского, которые сочли более ценными. Это была икона с образом святой Екатерины, икона с образом святого Иосифа и две иконы с образами Благовещения. А оставшиеся четыре – это образ Богоматери, образ Спаса, образ Архангела Гавриила и архистратига Михаила. Они попали в Борисоглебскую церковь. И находились в Борисоглебской церкви до 60-х годов XX века. Злочинный лес переследовывал и шедевры Боровиковского. Четыре образы были знищены подчас военного пожара в доме гисторичного музея, который местился по Ленинской 40. Судом захававшись у церкви потребовали воротовальные рестаурации. Могут тому и трапили в музей. Все дело в том, что они были писаны на толстых медных досках, как я говорила, по повелению Екатерины. А технологии были еще не отработаны, поэтому осыпи большие пошли по иконам. И действительно, они требовали очень серьезной реставрации. Иконы были реставрированы уже дважды. Они реставрировались в Институте Горбаря в Москве в 60-е годы. И в конце 80-х годов Белгосреставрация еще занималась их реставрацией. Так заслуженно у нашей спаджыни засталися уникальные иконописные творы знакомитых Боровиковского. И не меньше каштонные для могилевской истории малюнки Миколая Львова. Документальная фиксация городского сяродзе того часа. Личится, что и захававшись ся церкви Раства Богородзец у Славградзе, так ачас на пропуску, очень фаворита щадролюбной Катерины князя Галіцына, так само аутурства знакомитых архитектора. Это очень вероятно, потому что это именно в той манере, в которой и создавал проекты своих храмов, идеальные проекты своих храмов Львов. А что ж для могилева ведомые знавцы палатну французского майстра жанрового живопису Франсуа Гране? Монастыр Капуцыну у Риме на площади Берберинь. Только что, як дані на величу могилевской архитектора цезії, якую падпаратковались ўся католіки Российской имперы, па загаду ўсё той же, так і хочацца сказаць, нашы толерантны Катерины Вяликай. Але тут історія звязана за ёллюбімым онукам, императорм Александрам Першым, перамушцам французу, якому французскі мастак Капуцыну падарыў адзін з вар'янтаў гэтага палатна і зараз представлінага ў Эрмітажы. Но, еслі ўж гаваріць, как бы, а творчыстві этого художніка і о том, што связываець его, как ни странна, этого француза с русским искусством начала 19 века, то следуэт сказаць, што это, ну, такое яркое явлэння французского художніка в русском искусстве. З'ява літеральна адбылась апраз русского живописца Аляксія Гавриловича Веніціянова, дарэшыв учня, толькі што узгаданага Уладзімера Лукча Бравяковскага, ў мастацві партета, ў якім Веніціянов і славіўсі. Аднажды, ва врімя сваіх занятиў в Эрмітаже, он вдруг, вот, када выставлена была эта работа Гране, он видзіт ёё, і она ёго восхіщаець, она ёго восхіщаець совершенно, да, ну, вот, просто потрясение какого-то такого творческого. То, что он искал, все те его, ну, поиски в плане передачи перспективы, света, он вдруг видит, что другой художник нашёл, нашёл и представил. И поэтому для него это было, ну, таким потрясением, что вот на то время портрет, который он дописывал, на этом портрете он наобороте делает надпись «Сим, оставляю я портретную живопись». После этого уезжает в своё имение Сафонково, где приказывает, чтобы в сарае вы вырезали одну из стен, это торцовая стена, короткая торцовая стена, вот, снаружи устраиваясь, он пишет гумно. Это очень известная работа, это программная работа в его творчестве и в искусстве русском, вот, этого периода, начала 19 века, потому что это первая реалистическая картина. Это начало интерьерных работ в русской живописи. Вот, и Александр первый оценил работу в Омно. Он и, венецианов подарил эту работу царю, но царь не просто принял этот подарок, он назначил ему жалование. И вот в результате этого венецианову удалось Сафонково открыть школу для малоимущих учеников. И вот очень многие художники получили образование именно в этой школе венецианова. И мы знаем сегодня о существовании венециановской школы, венециановского направления. И маем агчимысь тут, у Могилевской музеи, созерать початок своими вачима. И навэт астансована звернуть увагу на катиня, яким майстер жанру Франсуа Маару Заране позначил заходный пункт перспективы, так взрушивши русского последовника. Она вдруг стала вот таким катализатором, который позволил сделать одному из больших художников русских вот этот шаг в направлении создания реалистической картины. Вот поэтому эта картина для нас так интересна и важна. Кстати говоря, этот храм сохранится по сегодняшний день. И он принадлежит этому же ордену капуцинов. И можно зайти и посмотреть, там находится совершенно, да, замечательное произведение кисти Гвида Рени и Караваджа. Этим как бы и знаменит этот храм. Ну и, конечно, знаменит тем, что он запечатлен на картине Аграны. Мы уже сразумели, что тут у музея все выпадковости закономерны. Так и не выпадкова, а маловядома имя аутера жадких невиалистских творов. Да, который тоже перекликается с Боровиковским Владимиром Лукичом. Каким образом? У нас здесь представлены картины Дрепаченко Ивана Кирилловича. Иван Кириллович Дрепаченко родился и вырос в селе Васильевка на Украине под Полтавую. И село это принадлежало капнистам. Старший капнист, отец, покровительствовал Боровиковскому в свое время. Именно он и помог ему переехать в Петербург. А вот Дрепаченко, мальчику, Ивану, тогдашнему покровительствовал сын капниста Василий. Именно он помог ему получить первоначальное художественное образование. Это в Киеве он получал его. А потом, впоследствии, Дрепаченко Иван Кириллович уже учился в Академии художеств. Алия по ширости, не то ли на вид и передадинные края виды протягнули у Могилева Мостока, а служба и война. Все дело в том, что он был призван в действующую армию и воевал в военно-живописном отряде. Вот был такой отряд, где собраны были художники, которые должны были отразить вот каждодневные, будние военных событий, происходивших у них на глазах. Мостоки хроникеры при этом обслуговывали командование Ставки. Имели доступ на вот упакой Верховного. Вот это залитая цветлом столовая. Кабинет видовошный салаз с натуры. Здесь не так много от присутствия самого Николая Второго. Но если внимательно посмотреть, вот на столе расставлены фотопортреты. Их много, их больше десяти. То есть это самые близкие, наверное, его люди. Они, правда, к нам показаны спинкой. То есть мы не знаем, что расположено на этих портретах. Но они окружали и, наверное, он возил их с собой. Мы видим, какое большое количество бумаг разнообразных, документов здесь. Диссонансом смотрится такой грубый деревянный ящик под столом стоит. Тоже, наверное, для документов, запирающийся на ключ. У нас есть и фотография этого кабинета. Если мы ее рассмотрим, то мы увидим, что, в общем-то, образ этого помещения он светлый, светлые обои и мебель достаточно светлая. Но когда смотрим на картину, мы видим, какая она мрачная, с каким-то гнетущим таким настроением, написано с атмосферой гнетущей. Ихатки настрой плумачатся даты другого цыковика революционного 1917-го. Переда день адрачэння, а пошний день Миколая, як императора. Им астаг дозволю эмоции у колорыстцы, захавауши документальность интерьеру. Ну, на мой взгляд, это очень важная работа для нас, для могилевчан, потому что от того периода, когда здесь, в Могилеве, находилась ставка царского главнокомандования, не сохранилась по длинных предметам практически совсем. Вот мы говорим в ставке, а, собственно, это был дом губернатора, и губернатор свою гостиную, естественно, уступил, для того, чтобы в ней мог расположиться Николай II, чем весь второй этаж под покои царя были отведены, здесь же и столовая находилась во втором этаже. Дом губернатора, попадаванный у 1778-м годзе у стыля классицизму, дзе за советским часам был палац пионеру, канчаткова знищены у 1944-м годзе. И застался только, что на фотосдымках часа уставки. А на губернаторской площади зараз славы у целелым будинку Земского суда по будове того же часу местится сьогодний Могилевский областный краязнавчий музей. Даречи, музей этнографии, откуль наш разповед, з'является часткой филии краязнавчого и так само только местится на месте исторического будинка языковского коллегиума. А ле, переконавчий разповед истории края, музейщики мают максимумы здеснить з максимальной дисконалости, навод у попадовы дробязых, мэблі, посуду, у духу, стылі тих часов. Так отримливается, что с Могилево-Губернского в интерьерах нічого и не заховалось, так? Ну, в общем-то, был город, а не заховалось нічого. Приобретали по образцам того, что было когда-то в Могилево-Губернском. Ну, образцы ж даются уявления? Конечно, самое непосредственное. Интерьер и возгэта габинета цалком мог бы отповедать губернаторскому. Не тольки на думку просто ганаведвельника, а лея на погляд зналцем. Для музейщика очень важно не просто приобрести вещь, которая бы говорила по какой-то эпохе, отражала какой-то стиль, но чтобы она еще и говорила о судьбе своей. Гарнитур сделан в училище технического рисования оборона Штиглица, на основе которого и потом и возникло Мухинское училище. В свое время это училище было уникальным, его называли подвигом российской благотворительности, потому что мало какой состоятельный богатый человек способен пожертвовать было в те времена и сегодня значительное средство на какое-то общее благо. Вот Александр Людвигович Штиглиц финансист, промышленник, железнодорожный магнат, действительно статский советник был способен на это. Он миллион рублей пожаловал на устройство этого училища. Справа барона Штиглица и сегодня веяна славой найдесканалейших специалистов промыслового дизайну. Школа и наш гарнитур с фонду немежзнакомитого музея прикладного мастерства зараз уже к адемии Мя Штиглица. Ну вот я предполагаю, что этот гарнитур, который к нам попал из музея этого училища, вполне мог быть дипломной студенческой работой ряда учащихся. И гэта еще больше уражая. Багатая мыраги листаразба с мнозством декоративных элементов. Урасленный орнамент уплетены и геральдичные символы маски, грифоны, сирены. Станец декораваны эпизодами из истории истаражитного рыма и мангола татарского нашестя и сценами рыцарских турниров. А перыша скульптура лежачих львов, кресла, где у нас добрины жанутшими пофигурами, подлокотники литерально змеятся, ножки звериные лапы. И она очень органично вписалась в наш интерьер и вполне могла быть в тот период, когда губернатор тот же Дзимбовецкий здесь за своим столом свои проекты осуществлял по развитию нашей губернии. Кстати, очень похожий стол видели на картине Дрепаченко такая же богатая резьба, то есть очень характерная для конца 19-го, начала 20-го веков стиль, в котором тогда исполнялась мебель, именно кабинетная мебель. Разглядать и удивиться каждой деталью тут можно просто без конца, не кажучи уже про натуральное питание об умелосте и мастерстве, по сутности в Учаницке. А захавальница быту звертаю увагу на стильовую отметность еще одного меблевого раритету, узор наглядной фольклорности. Дело в том, что это уникальный стул, одна из вариаций шутовского так называемого кресла. Василий Петрович Шутов очень известный был в Петербурге мастер-режчик и в 60-е, где-то в начале 70-х годов он выполнил кресло с такими народными элементами быта. У него оно называлось «Тише едешь, дальше будешь». Там, значит, дуга, тоже топоры, рукавицы были и по вот этому образцу на протяжении нескольких десятилетий выполнялись самые разные вариации подобных кресел. Они очень пользовались большой популярностью. Вот мы знаем, что Антона Павловича Чехова было такое кресло, император Александр II влекался мебелью, в его коллекции тоже было кресло. Наше кресло с такой немножечко грозной надписью «Дождутся пары, потребуются топоры». Ну, 80-е, 90-е годы уже как бы… Да, 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 реформа уже прошла, какие-то волнения крестьянские, ну, вполне возможно, что вот это отзвук такой крестьянского быта, волнения в этой надписи содержится. Таки модный меблевый реверанс да эпохи народности окрами могилевского купца полный ящемно стваны цикавишых забытых нават загадковых для сучасников речев. И гадкий дух густ эпохи, отпаведаючий кожной экспозиции, беражливые письменно складаются литеральны с деталей, часом шыковных и каштовных самих по сабе, як карниловский фарфор. Паставщики бараторска двора, бездакорны по формовце белости, блёску палева в 19-м встахоте поспехово экспортовался в Европу, в Америку празднакомитую фирму Tiffany и пеший займёй клеймо Made in Russia. Ну и дорог ещё он нам потому, что сегодня редко вообще встретить сервиз в полном объёме 19-го века. Как правило, это разрозненные какие-то вещи. Но вот нам повезло, что нам полностью практически попал этот сервиз на 12 персон рассчитанной, но у нас на 11 персон, потому что владелица решила одну чашечку оставить себе на память. А лёс экспонату не порыл назлучшенный злёсом молодальнику и часом не меньше чекавый, чем историчная и материальная каштовность. Вообще приобрели мы его у женщины, которую я сегодня бы назвала, наверное, человек-легенда. Это Зинаида Петровна Дубровина, она жительница Ленинграда была, в 96-м году она умерла, родилась в Петербурге, блокаду прошла, воевала, кстати, на Первом Белорусском фронте, была замполитом автомобильной бригады. После войны работала на фабрике Лены Мольера, затем она стояла у истоков первого ленинградского дома моды. Ну и вы спросите, при чём тут всё-таки, да, почему Могилёв и этот сервиз у нас, но оказалось, что Зинаида Петровна во время войны вот в этом батальоне замполитом была, в котором служил отец нашей коллеги. Наши сотрудницы Людмилы Томчик, Леонид Матвеевич Найдёнок, они подружились и после войны переписывались и встречались на встречах ветеранов. Ну а мы, бывая в командировках, часто были в доме Зинаида Петровны. К тому же, она была из дворянской семьи, что-то у неё осталось по наследству. То в доме было достаточно таких интересных вещей. И вот стоял вот этот великолепный сервиз, на который, кстати, претендовал директор Петерговского дворца. Но она, не задумываясь, вот решила всё-таки нашему музею его предложить. И я думаю, что это была какая-то такая дань, что ли, вот памяти по тому времени, когда она прошла. Она освобождала, кстати, Белоруссию и вот в память знакомства с нашим земляком. И вот таким образом она решила, чтобы этот сервиз находился у нас. А матеры фарфору безпрежно тут же звернуть увагу и на вытанчаные речи теплого коллюру с монохромной коронковой росписью. Сервизы костяного фарфору вядома английской фирмы «Вэчгут» с 18-го стагодья прикмета густодваранский гастёню. Олег Ведомошной и тут он не выпадково заявился. Ещё несколько предметов быта из семьи декабриста, который имел самое непосредственное отношение к нашему городу. Это Пётр Павлович Титов. В 1824 году, в 20-е годы, он был адъютантом главнокомандующего 1-й русской армии, которая была расквартирована в нашем городе. Остатки этого здания тоже имеют отношение к первой квартире, 1-й русской армии, главной квартире. И по заданию руководителя Северного общества Михаила Нарышкина, он должен был здесь, в Могилёве, создать как бы филиал Северного общества «Управу». Он выполнил свою задачу, но это было практически накануне восстания, то есть такую солидную организацию «Управа» не выросло, и в восстании участия не принимали эти члены Могилёвской полууправы, но разделили общую участь декабристов. То есть они были арестованы, и Пётр Павлович Титов был отправлен в дальние гарнизоны. А после разрома по состоянию декабристов Могилёв стал одним с центру расправы царизма над самой досвеченной либеральной часткой грамадства. У студене 1826-го тут у будинку Болого езуитского коллегиума катавали и вершили справу над керовниками упаудневого товарыства и паустанцами Чарнигутского полка. Пакаранья смертью пращевратыванья, отсечэння головы, повешанья, ссылки, каторги. Сёння павея часу наш чаму стебоч мода на венцаносцу. А лямы гилёв цэшчэ памятують мемориальну дожку с баррельефом у гонор пяти герою паустанья. И вот 80-е годы, в середине 80-х годов, когда мы собирались строить музей декабристов, мы приобретали, конечно же, предметы, характерные для начала 19-го века, для дворянского быта. Отправнышки декабристов в фондах нашего музея, кудэ нас ласкаво запросила захавальница, яшчэ некальки мауклевых пакульсветков тагу часу. Вот это чайничек из этой коллекции, потому что вместе с сервизом от Вежвута, вот это чайник тоже к нам поступил. И, як мы паспилю, дасканаляць напрыглаць литеральна десятка гараритету, расповядь пра кожная гэта хитрасплятянья часу и лёсу. Даречэ, сё літа Могилёвскаму краязнавчаму спаўняцца 150 год. І навэт з улікам усіх страт ад рэвалюции и войну 136 тысяч музейных экспонату тут аб'яднанах у 26 коллекций маюць уласная не цікавішай гісторы, аб' здаецца знайомы наші гісторы. Могилёвскаму